всем привет это стас и я продолжаю играть факторио и пока я там все-таки улучшил то что я хотел улучшить то есть плавильню для меди и и очень очень сильно развил на теперь замечательная должна быть быстрая сейчас я закончу еще вот это маленькое висторождение добывать точнее устанавливать добывание всего которые тут есть при этом я буду использовать кучу красных лент которые у меня остались после обрейда всех моих конвейерных лент которые я заменил на синие во многих местах даже в самой плавильне также я здесь собираюсь сделать еще одно полезное дело проходя мимо а вот она хапост этот вот сюда и тут вот этому выкинем это мы викинем вот сюда мы ставим вот такой вот маленький сплиттер красного цвета пафосный вот здесь мы увидим что у нас поезд все-таки приезжает загружается вот мне нужно вот эта вот установка и сейчас скопируем и мы пойдем добывать больше нефти то мы уберем отсюда наверное турли в таких количествах тут не нужны трубы тоже сохраняем и засовываем в нашу книжку с чертежами и пойдем 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 я надеюсь что если мы будем развиваться такими терпами дальше то есть мы захотим запускать больше анкет быстрее то есть не остановимся на запуске первой то возможно мы и продолжим какие-то движения в сторону развития нашей базы но так то в целом с тем что у нас уже есть мы можем начинать именно что заниматься строительством ракеты и заканчивать этот сезон к чему я кстати стремлюсь потому что хочется переключиться на что-то другое потому что фактура наверно всем надоело в таком виде в котором она есть возьмусь ли я делать все с модами не знаю даже так что тут у нас голубое такое фиолетовое нет у нас тут ничего фиолетового нету значит нужно сначала установить места в которых мы будем добывать у нас есть вот такое место маленькое здесь рядом есть наши жители которых нужно убить мы сразу видим сколько здесь червей и прочей нечисти страшно мне очень страшно атаковать такие вот места есть просто на количество и посмотрите на этих вот червей которых я просто закидаю наверное ядом пусть не там травятся потихонечку это по-моему единственный нормальный способ избавиться от червей это просто их потравить потому что они очень опасны и очень сильно мешают продвижению при наступлении тем временем наши роботы как-то там отрабатывают нужно их накидать еще возможно сжечь чтоб все залить напалом и тут нас убивают так что придется повторить еще раз который раз я уже умер за сегодня мы уже во второй то есть за сегодня для вас 1 на самом деле во второй поэтому я наверно переключаюсь вот так дробовичок начинаю потихонечку убивать и все я уже дальше не могу убивать потому что меня эти черви начинают закидывать какой выход выход только один закидать их ядом вот так вот на пределе их дальности больших количествах чтоб они умирали быстрее вот и так мы сможем их наконец вынести так чистота залог здоровья вот так-то нет тут никого уже больше здесь и только есть большой-большое месторождение угля которое может быть нам когда-нибудь пригодится поэтому и здесь оставить буду обосновывать еще одно место по наблюдению за ними и к тому же это сдержит их от появления рядом с нашим местом добычи нефти хотя здесь всего можно три качалки поставить что мало чертовски мало придется сделать вот так и нужно конечно и станцию тоже поставить какую-то чтоб уже все-таки начинать что-то более вменяемое чем просто ходить и убивать закопали 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 вот здесь вот она нашелась наше планирование железной дороги вот где-то здесь вот наверно поставлю станцию обычно это сама станция будет здесь вот сейчас мы сделаем с ней выезд въезд все как положено это вот отсюда и 2 отсюда должна идти на нет еще на 1 позже на тут нам мешают надо это все убрать как всегда так и здесь теперь придется поставить аж вот так вот ну думаю сойдет так дальше рельсы сигналы все установим будет у нас чуть чуть больше нефти есть на участок пометим установим сигналы все что требуется все как обычно я бы даже такие места если честно уже вырезать начинал потому что это уже рутинная такая операция по постройке станций вы если уже проходили вы знаете насколько это бывает часто необходимо делать вот работает это поинтересному только в первый раз во второй раз вы это делаете уже с помощью чертежей то еще нужно найти в этой куче всего и где-ж 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 оно может я не ту станцию скопировал вот в чем проблема той которая бочки грузит ее нету хотя не может быть я же копировал именно вот эту станцию ах вот она а чужие не положил куда надо так обидно и лишний раз ездил просто так это неправильно так нельзя делать это пустая трата времени так все приехали забираем машинку и строим снова нужно найти этот чертежек вот он так ведь да все очень хватает сундуков не хватает вот зараза вообще туда можно и деревянные поставить тут никакой разницы не будет ясно я не помню сколько там было ограничение было ли она вообще так че еще не хватает все все хорошо он почему-то решил что им а нету света потому что нету света логично так и теперь сюда нужно трубы потянуть и конечно еще нужно поставить бочку которая у нас тоже не есть чего скрафтить вот это я подготовился ладно переименуем сейчас станцию oil m2 да да oil m2 и съездим на поезде домой посмотрим как это все работает заодно и работает ли вообще сейчас сделаем себе расписание теперь я сюда должен закинуть топлива как всегда топлива и топлива 10 их дров хватит и поедем так вот и у нас получается довольно таки длинный путь так что нам даже дают какое-то достижение связанное с этим но нужно взять бочку нужно взять сталь с собой иначе никак нельзя продолжить без бочки работа поезда будет очень эффективной так ли кстати нужно настроить правильно это все сразу заранее чтобы сюда лишнего не квали я сам сюда наружат лишних пустых бочек кстати говоря это мне тоже совсем не нравится поэтому она сделала вот так они все хорошо надо вот здесь пустые бочки класть вот так вот сюда они не должны попадать все мы едем обратно только мы нифига не взяли поэтому нужно его остановить все-таки взять себе немножко стали всегда так всегда так собираешься что-то делать и получается ерунда еще нужно железо вот она бочка модули может сразу туда и спид модулей поставить чтобы быстрее добывалось чтобы потом еще раз не ездить и не смотреть как там что как где тут у нас спид модули если они есть конечно потому что их отсюда брал да ничего не произвелось почему-то потому что нет микросхем или еще какая-то причина вот здесь например ничего не пропускается но почему потому что потому что потому ну салтар сделать чтоб она заработала на всю катушку ограничил то что там не совсем правильно нужно более сложные условия для работы вот роботы куда-то бегут непонятно куда их вообще вот здесь нужно встречать здесь видимо просто они не покрывают ничего придется подождать здесь все мне кажется достаточно тут возиться можно ехать и все конечно хотят знать что насчет кербал сприс программ я вот тоже думаю что насчет кербал сприс программ дело в том что очень тяжко мне сейчас найти время для того чтобы можно было записать вот голосом что-нибудь вот иногда я нахожу время для фактории я участвую какой-нибудь даже иногда на выходных так не получается потому что шумно плюс домашние мешают а когда вы записываете нужно что было тихо красиво спокойно так еще у нас получается тут сюда попало все что нужно здесь мы переключим пока все в ручной режим здесь это поверну поставлю сюда бочку наверное сначала продолжает исследование где бочка я скрафтил и вот она сюда вставим трубу и трубу нужно протянуть хотя бы отсюда здесь нужно сначала поставить ага так мы не поставим наверно вот так сюда вот вы видим эти трубы тут труба наверное не нужна так 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 сюда также нужно поставить в ту роли чтоб сюда не сильно то нападали хотя тут рядом есть защита но все равно так вот наверное можно чуть экономнее со столбами хотя это неважно если бы в столбах были какие-то потери конечно было бы намного сложнее так в столбах никаких потерь нет мы особо не интересуемся экономией в этом смысле если нашел еще одно место куда можно поставить до модулями с собой нет вот она качает теперь это нужно протянуть туда дальше к станции где станция где станция где станция вот она нефть должна теперь попадать сюда теперь мы тут зафиксируем эти салты под это дело чтоб сюда ничего другого не попадало никогда больше вот так сделаем так и еще раз два три еще один ну еще одну бочку готова да нет ну а вот она почка все теперь я это могу пока оставить а сам займусь где тут еще у нас были эти самые месторождения нефти ой вот они и вон там еще и вот туда дальше ну туда дальше не знаю наверно длинновато тянуть ну вот еще есть месторождение нефти я чуть не пропустил это нужно собрать самые 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 крошки везде даже если это вот каждая из них дает вот большой профит небольшой но в сумме так трубы здесь наверное обычной трубой обойдусь вот так вот опять же здесь труба такая вот да и вообще я даже обновил себе вот этот модпак последний который простой модпак который я проходил в ксп практически без модов ну то есть модпак без модов да так и получается модов в нем мало по-моему один из самых легковесных которые я мог только сделать ну кстати можно сюда еще вот так подтянуть по-моему если нам вообще труб хватит где тут эти трубы кончаются вот этот легковесный ксп модпак я его обновил даже и вы можете найти это все но не играю не знаю почему нету какого то вот челленджа интереса что ли так что-то добывается ну и и ничего не будет наверное потому что здесь мало этих бочек нет с бочками все хорошо чего не хватает да так оно будет возиться очень долго где тут еще вот эти вот нужно их отбить вот краски проверим наших роботов классных собственно на этом то мы наверное закончим ой это совсем не то что я хотел убивать 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 кстати не понадобятся эти роботы я наверно их и так всех всех уберу все чистота готово здесь можно еще прочистить проверить да здесь всего лишь три места куда можно поставить эти памп джеки вот я надеюсь что если я сюда так вставлю трубы да все работает как нужно у меня закончились подземные трубы придется с ними вернуться вот и здесь я потом буду прокладывать трубу поэтому не хочу чтоб тут был лес вот так вот и что тут у нас когда же мы наконец поедем товарищ начальник поезда еще есть пустые кану наполнится эх буду ждать поеду а на этом все всем пока эпизод конечно получился коротким но что поделать ничего интересного в ближайшие пять минут снять не удастся всем пока пока пока